у нас сегодня дождик как и передавали синоптики я иду бабушку до укладывать сейчас не освободимся улыбаюсь вот так вот такие вот неудобства с утра щитры сейчас меркадону поеду за мясом я же вчера этот фенхельта собрала а надо варить кучеру телефон забыла как всегда короче это вроде как типа билет видите там иисус все дела у меня клетка моя подружка триколистка она говорит какой-то пуэнтинг сделали говорит пуэнтинг это когда с мостов прыгают ну вот знаете такое развлечение да на резинке то на резинке прыгают с мостов говорит какой-то пуэнтинг я обучаю сразу не поняла говорю почему она говорит это посмотри сама говорит это чё и правда это правда смотрите вот они прыгать собрались это нас так яйца приехали как это продажи на машинах вообще у нас везде снега мир под он не так тепло хорошо пойдемте за мясом спокойно только тележка почему-то таких маленьких нету не нашла забрали что и все так мне вот какой-то такой набор нужен а тут только с курицей что ли с курицей я хочу свинины что у меня не совсем не нравится пойду я на валькампу съезжу пришла валькампу а тут смотрите поставили все по евро нет они еще ставят я там вижу так что можно приехать завтра послезавтра и порыться еду много чего видите здесь вот расставляют все скидки но у нас начались сегодня поэтому поэтому так скидочки везде а я за мясом пришла цветочки мимо цветочков не могу пройти не могу нормально так не только мясо и нут сухой нужен нут сейчас на заму там сначала сразу схожу потому что из маркадона вышла и забыла это миссии как-то дышится нелегко странно так вот у нас здесь разный мне много не надо прям на наш горох похож правда мне много не надо ну вот это этот может взять чем отличается этот от этот абсолютно ничем белая марка здесь называют когда если продукт изготовлен вот под маркой магазина например алькампаша ты называется марка бланка она всегда не всегда эти продукты дешевле но не всегда они хуже так что можно брать и пользоваться фруктов у меня есть за мясо а то сейчас опять наберу мне так целый холодильник не ешь не хочу так а где у нас наборы всякие разные ой смотрите путиная печень ой печень скажешь только шесть восемьдесят семь утиная это ну вы поняли чуть печуга блин грудка мне кстати понравилось можно это повторить так где же а вон там вижу кто не встали тоже надо наверное это дележка разрабатывать разрабатывать все твою дивизию требуха что-то это совсем никто тебя хотел буду искать в общем блин это уже не смешно я опять не нашла что мне надо пойду лиду а что делать а если самой покупать мясо гавя говядина свинина кости все это это блин мне выйдет во-первых дорого во вторых мне не надо столько мяса что-то мне сегодня тяжело дышится воздух тяжел кстати завтра хотел себе выходной устроить нет не получится клиентка одна вот я бабушку укладывала дома а у нее дочка есть ну не дочка и сын и внуки и она такая ой завтра мне говорит на покраску а ей мама так и говорит а чё ты сегодня не сделала она говорит да чё это я это ой машина сзади тоже выезжает не видно ни хрена из-за дождя все задом не люблю ездить потому что хрена не вижу так что это она говорит ну мне в понедельник на работу а я ж по утрам только открывает я ну куда ты едешь то на стороннее движение он мне навстречу хераш короче вот так вот я говорю ну ладно она пробзюсь приеду она говорит да то что тебе дома делать целый день по идее правильно мне нехер дома делать когда особенно дождь не погулять ничего то оно и к лучшему а я простила я простила о блин мясо не найду проходите уже проходите проходите с ребенком без зонта все так и лезут под колеса в лидл еду друзья надо было мне еще марси купить а что то не нашла блин ну мне кажется что у меня в холодильнике есть надо посмотреть в общем тоже в курице блин ну ладно друг другого просто не было вот такой вот для кальдо здесь свинина всякие кости в общем очень вкусный бульон получается просто нереальный и люди которые говорят мне не нравится они просто не умеют делать этот бульон у меня были знакомые подруги это фигня а потом как попробовали сделали и говорит самый вкусный бульон на свете я кстати тоже так раньше я даже хамон представляете я когда приехала сюда хамон думаю что за фигня это же такая кака ничего не кака все очень вкусно ну что то я посмотрела там как то мяса мало и косточки вот эти вот были 30 процентов дискоинта ну со скидкой им скоро уже капец трындец но я все равно заморожу чего то добавлю в этот а остальное заморожу и вот форель была тоже со скидкой здесь по рублю короче скинули отсюда отсюда вот здесь 3 рубля стоила закупила за 2.10 по моему я ее хочу знать что засолить засолить будет как семга что то мне захотелось хотя у меня семга лежит в морозилке но вот что то я форель увидела думаю да еще и со скидкой почему бы и нет я ее засолю и будет такая вкусняшка ну вот еще 3 лимона семечки купила и шпинат шпинатика вот как раз семга будет шпинат лаваши будут такой на завтрак делать потому что все мы доели наверное все 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 этого новогоднего рождественского и будем теперь питаться опять более менее нормально знаете я уже замочила здесь нут здесь ну вы видите что фасоль вообще по идее надо но у меня вот была такая смесь вот маш здесь наш горох вот русский это я такой выроский покупал смесь там по моему овес еще есть да вот видите овес вот мне кажется вкусный будет такой вот пучеру да и ноху так что ням ням няшечки сейчас это все часа 3-4 постоит и потом начну варить здесь это все 6 и здесь есть есть Сейчас буду пучеру варить. Пучеру. У меня тут сеточка должна быть такая. Потому что я когда варю такой бульон, сейчас найду. Я всегда много отвариваю нута. Потому что он получается... Сейчас. Потому что он получается обалденный. О, Чарли жрать. Еще изменение. Еще раз. Сейчас, моя радость, дам тебе покушать. Сегодня, скажем, он ничего не елала. О, кушай. Надо покупать уже еще корм. Вот, варю много нута. Потому что он обалденный, вкусный получается. Он уже разбух. Я сейчас его солью. И добавлю вот в такую сеточку. Чтобы он, знаете, по всему бульону не распластался. Всегда так делаю. Чтобы его потом не вылавливать. И потом можно с ним готовить всякие. Есть, конечно, продается готовый. Но домашний-то, он вкуснее же. Так, мясо предварительно я это. Сначала в одной воде. Потом в другой. Ну, как у всех, да. Зачем мне эта вода? Что-то так холодно, блин. Дождь, сыро. Давай. Блин, как его тут завязывать все время забываю. Эти, кстати, сеточки специально продаются в магазинах. Прямо они так и для этого и предназначены. И вот так вот в сеточки отправляем в наш этот. Так, мясо достаю. В испанских бульонах мяса всегда очень много. Я вам же говорила, что там, как это, мясо потом используется как второе блюдо. Поэтому, вот смотрите, здесь что находится. Кость от хамона дает нереально вкусный вкус. Соленые кости с мясом соленые. Вот как у нас, знаете, бабушка раньше солила мясо. Потому что, ну, вырезали там поросенка. Его же все равно целого куда. Не у всех были в морозилке раньше. Вот мясо солили. В банках солили, я помню. Вот. Так что, все как надо. В принципе, отличий никаких нету. Обычное мясо. Свинина, по-моему. Или говядина. И окорочок. С гузкой. Гузку я отрезаю, потому что я ее... Хотя я потом убираю все эти кожу. От курицы я не люблю. Вот, и отправляем все это вот так. Туда и мясо. Сейчас оно покипит минуты-две. И отправлю уже в бульон. Смотрите, вот это вот обычная прям кость. Дает нереально вкусный этот вкус. Ой, вы сейчас у меня мандыкнетесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мандыкнетесь. Так, и все. Сейчас чуть-чуть покипит. И я тогда уже добавлю в обычный бульон. И вот этот вот тут. Вот эта смесь адская тоже туда. Фасоль, все дела. Туда отправляется. Мультиварки буду варить, потому что этот процесс долгий. Этот бульон варится 2-3 часа. Поэтому, да, вот так. Ну, у меня рецепт этого пучеру есть на канале. Так что заходите и смотрите. Все покушал называется. Съел там 2 этих. Это что? Еда. Ну, что это? Я ему горстку вот такую насыпала. И он вот только так поковырялся. Ой, отваляется. Обычно у меня вон там стоит его еда. Да, но так как сейчас дверь мы закрываем, то вот перемастили туда. К мусорке ближе. Ну, ничего. В тесноте да не вобить. Чаю надо поставить. Погреться. Муж вчера купил обалденные финики. Прям обалденные от слова обалдеть. Очень вкусные. Так, надо убавить газ. Смотрите, какие. Прям они на ветке. Видите? На ветке просто нереальные. Вкусные и огромные. Они прям с мою палец. Вот я сейчас сниму чай. И забацаю.